Салют, с вами SKHARDWIRED и сегодня я вам расскажу про такую вещь как S-Log. Наверное, в обзорах новых фотоаппаратов Sony вы слышали это слово, что фотоаппараты Sony, такие как Alpha 7 R Mark II, Alpha 7 S Mark II и Cybershot DSRX 10 Mark II снимают видео в S-Log. Что же такое S-Log? Сразу скажу, что S-Log не имеет никакого отношения к самому формату файла, то есть в S-Log можно снимать как в высококачественном формате XAVC-S с большим битрейтом и с минимальной потерей детализации, так и в классический AVCHD. Также S-Log не имеет отношения к битности цвета, то есть при записи в S-Log камера пишет поток столько же бит в таком же световом пространстве практически, 8-битный цвет, как и при записи в обычном режиме. Однако это специальная настройка изображения, которая, по сути, позволяет сохранить и записать в файл, стандартный файл, стандартный вот этот 8-битный цветовое пространство, намного больше информации, чем при съемке в обычном видеорежиме. У нас для примера есть два файла, снятых с одинаковыми настройками камеры в одном и том же месте в одно и то же время. Как видите, формат XAVC-S, битрейт 60 мегабит в секунду и 8-битный цвет. И в том и другом случае. Первый файл у нас снят с обычной выставленной 0 стандартной настройкой, без применения S-Log, то есть вот именно как снимает любая другая видеокамера в обычном стандартном цветовом пространстве. То есть мы здесь видим, что камера хорошо справилась, хорошо проэкспонирована вот эта вот часть, асфальт темный-темный, передний план проэкспонирован, хорошая контрастность, яркость, снег и деревья на фоне, небо голубое, но вот здесь мы видим яркое солнце и вот эта вот область у нас пересвеченная. Вот поставим задачу простую, как раз восстановить вот эту вот область, где не хватило динамического диапазона. Нет, не матрицы. У матрицы огромный динамический диапазон 14 стопов и она спокойно захватила, сама по себе спокойно захватить детали вот в этой области, но все упирается в том, что стандартный видеофайл, он идет в стандартном пространстве, стандартном для видео, к сожалению, которое традиционно, в общем-то, оптимизировано под показ на обычных дисплеях. Итак, здесь мы можем, конечно, покрутить. В общем-то, S-Log, его имеет смысл применять именно в тех случаях, если вы планируете или уже практически применяете в своей работе цветокоррекцию, то есть без нее не можете, считайте это правильным. Вот здесь мы можем попробовать поиграть контрастностью, яркостью, убрать чуть-чуть контрастность, попробовать убрать хайлайты, вот, но то есть получается, что-то можно попытаться сделать, но в итоге мы видим, что у нас вот никакими практически настройками не получается, в общем, убрать этот пересвет. И даже если мы сделаем сброс настроек, да, мы увидим, что по гистограмме, что она у нас обрезанная, то есть яркие цвета, у нас здесь клиппинг и здесь информация выше этой области, она, по сути, потерялась и мы ее ниоткуда не возьмем. То есть можем что-то сделать, но получаем такое, скажем так, неприятное и мутноватое изображение. Вот, теперь для примера сбросим опять настройки на настройки по умолчанию и откроем наш файл, снятый в режиме S-Log, той же самой камеры, с теми же самыми настройками. Здесь мы видим совершенно невнятную мутную картинку, в общем-то так выглядит все видео, снятое в S-Log, если его открыть в обычном редакторе. То есть это видео требует применения специальной стандартной коррекции, чтобы выглядеть нормально. Ну, в данном случае я вам покажу несколько опций. То есть в первую очередь в приложении мы видим, что приложение уже определило, что это видео, снятое в S-Log. Мы можем сделать, сконвертировать жестко, используя ту кривую, которую знает это приложение. Мы можем сконвертировать в стандартное цветовое пространство. Вот мы видим картинку, которая очень похожа на то, что мы видели ранее. Можем сконвертировать в цветовые пространства, в которых работают профессиональные дисплеи, но все равно мы видим, что здесь что-то потеряно. Также мы видим, что мы уже у нас имеются более тонкие настройки по цветокоррекции, то есть мы можем изменить цветовую температуру и цветовой тон всего изображения, что очень полезно для придания картинки такого кинематографического оттенка, или холодноватого, или тепловатого. А также можем применить так называемые луты, lookup table, то есть это специальные таблицы, которые описывают, какая яркость на входе должна быть на выходе, и какой цвет на входе должен быть на выходе. Здесь мы видим что-то похожее опять-таки на предыдущую картинку, снятую в стандартном режиме, но достаточно низкоконтрастную. Вот эти быстрые пресеты, они очень полезны, и я рекомендую от них отталкиваться. Но здесь, чтобы показать именно то, что мы можем сделать и какую свободу мы имеем при цветокоррекции, я не буду применять, то есть верну все в исходное. Итак, что мы видим? Мы видим мутную картинку, и если мы хотим что-то из нее получить, давайте применим некоторые настройки. Во-первых, усилим контраст, то есть уже усиливая контраст, как вы видите, в этой области у нас по сути никакого пересвета практически и нет. У нас и на гистограмме наше видно, что ничего не обрезано. То есть мы чуть-чуть сделаем, увеличим контраст, увеличим цветность, потому что S-Log также пишет в низкой насыщенности, именно для того, чтобы потом можно было очень точно, очень аккуратно поднять насыщенность. Вот, уже мы видим, что в этом изображении мы смогли вытянуть те области, которые в предыдущем ролике у нас были безвозвратно утрачены при сохранении общей гамма-изображения. Мы можем чуть-чуть поднять, то есть делать вот именно там, где солнышко присутствует, чтобы оно было очень ярким, ту область, чуть-чуть поднять средние, чуть-чуть подтемнить темные, еще чуть-чуть подправить контраст, яркость. Ну, в любом и даже насыщенность цвета, чтобы получить голубое небо. И мы видим, что у нас при тех же самых условиях, при тех же самых настройках камеры, у нас камера в кадр записала больше. Вот это именно тот случай, где очень-очень нужен и полезен S-Log. У вас появляется возможность в более широких диапазонах делать цветокоррекцию и сохранять в исходном снимке, точнее в видеоряде, намного-намного больше деталей, чтобы их потом акцентировать или не акцентировать. Ну, здесь все зависит от ваших предпочтений. Самые внимательные, кто смотрит этот ролик в высоком качестве, наверное, заметили и обратят внимание. А что же это здесь вот за цветовой шум такой? Да, есть такая особенность, что S-Log, он шумнее даже на альфа-7s Mark II. Дело в том, что камера в режиме S-Log снимает при жестко заданном ISO 1600. Как нам сообщили специалисты, именно при такой чувствительности сенсор имеет максимальный динамический диапазон, чтобы захватить максимальное количество деталей. Ну, и исходя из этого, естественно, шумность картинки чуть-чуть больше при съемке в S-Log 2. Вот здесь вот важное, вот приходим к тому, чем же S-Log 3 отличается от S-Log 2. S-Log 3 от S-Log 2 отличается только тем, что у него кривая, вот эта вот гамма, она немножко другая. Она чуть-чуть покруче в самом начале пути, и она больше сохраняет деталей именно в тенях. То есть, если вы снимаете какие-то сюжеты и вам важны детали в тенях, то если у камеры есть такая настройка, лучше снимать в S-Log 3. Спасибо, с вами был SK Hardware. До свидания.